Милый, он симпатичный, но никакой. Это альбом сына. Сына, который как бы далеко от папы упал. Яблочко далеко упало от яблони. Музыка меня совершенно не впечатлила его. Все альбомы, я считаю, слабыми, а не домашние. Он такой домашний мальчик, мамин. Так как Джон уехал в Америку, оставил свою первую жену, англичанку, в Англии с сыном вместе. И без папиного влияния он не очень себя показал хорошо. И, к сожалению, я в нем разочарован. Я детей Битлз не слышал. Так же, как Поль Маккартни Джеймса, своего сына, настроил, немножко поддержал. С ним даже поиграл кое-где на баскетаре. Но это не то. Это совершенно не то. Достаточно послушать два раза пластинку Джеймса, чтобы сказать, что это вообще не кайф и не битловая музыка. И это совсем не Маккартни. Я бы на его месте изменил свою фамилию. И у меня сейчас будет последний вопрос. После чего у вас будет возможность лично подойти и в таком вот приватном разговоре спросить то, о чем вы не спрашивали. Ну, последний вопрос звучит так. Я помню кадры кинохроники. Я думаю, многие в этом зале помнят. Стянающая женская толпа, падающая в обморок, орущая там слезы, истерики. Вот из этой женской толпы осталась вот одна девушка, которая, как и вы, пронесла любовь к Битлзу. Нет, у меня нет таких, как бы, прецедентов, подтверждающих вот эту вот, как бы, ваше вопрозительную картинку, которую вы нарисовали. На мой взгляд, это хорошие девочки. Они врубаются, Битлз любят их. Я их всех высоко ставлю. Это настоящие фаны. Страстные, крепкие фаны. Не знаю, насколько долго они держались. Может быть, они держатся до сих пор, как я. Но, прежде всего, женские, как бы, вот, фаны женщины, а у них другое отношение, на самом деле, понимаете, к Битлзу. Ну, вот. Я, все-таки, несмотря на то, что я лилипутик рядом с женами, я, как бы, стараюсь держаться с ним на равных. Если мы не будем с женами держаться на равных друг с другом, то и не будет нашей любви. А там совсем другое дело. Там замешан секс, и он немножко отравляет вот эту любовь ангельскую Битлзу. А у меня Джону на самом деле ничего нет. Я ничего от него не хочу. Я повторяю, я хотел бы с ним попить чаю, все. Я ничего бы не просил у него. Даже автографа не просил. Он у меня уже есть. Это была прекрасная беседа. Я, кстати, сегодня очень много подчеркну, я думаю, как и вы. Поэтому, позвольте вас одарить теплым аплодисментом. Спасибо. Спасибо. Мне было приятно с вами беседовать. Вы меня завели. И я, благодаря вам, я спомнил всю свою жизнь. И я счастлив жить. Я продолжаю. Радоваться жизни. И я думаю, что я никогда не остановлюсь. Моя цель жизни, цель моей жизни – это увидеть храм, стоящий на берегу залива в нашем городе, в нашем самом Петербурге. И мы там все встретимся. И я думаю, что кто-нибудь из вас подойдет и скажет, Коля, вот мы были в букшопе, встречались с вами и говорили про Джона, про Битла. Вот. Вы знаете, что я на коду хочу вам сказать хорошую новость, чтобы вы не отчаивались. Если вы отчаивались, если вы не отчаиваетесь, то все равно послушайте очень интересную историку, которая приключилась со мной в 2011 году. В мой офис раздался звонок. Я открываю дверь, стоит приятного вида мужик, лет 50, и говорит, Коля, я хочу с тобой поговорить. Заходи. Ну, я ему доверился, в смысле, ни хулиган, ни пьяный, ни гопник, ни там какой-нибудь вояка. И я его, значит, пригласил. Мы с ним сели за мой стол, и я как бы дал ему команду, ну, что ты хотел бы мне сказать. Он говорит, Коля, я думаю о твоем храме, твой храм будет через 10 лет. Я профессиональный пророк, я предсказатель. Я предсказал, топ-топ-топ-топ, начинает перечислять, рассказывает мне свои подвиги. Я кивал, что-то было такое, да, довольно вразумительное. Но я тут же забыл, я даже не помню, что он предсказал из того, что сбылось. Ну, вот, тем не менее, это было в 2011 году. Он сказал, что храм будет через 10 лет, то есть в 2021 году. Я рассчитываю, что наш храм будет на берегу залива стоять высотой 90 метров и излучать над Санкт-Петербургом мои любимые слова. Love, peace and freedom. Прекрасный финальный ракан. Еще раз вам спасибо. И, как говорится, ваши слова-то Богу-бушны. Спасибо вам. А у вас есть возможность взять автограф. Между прочим, тоже будет ценно. Ребята, я вам приготовил, я вам приготовил мою последнюю книгу. в записи на DVD. Она еще не издана, но я хочу подарить вам. Дома посмотрите, почитайте. А можно? Спасибо большое. Вот это вот две сидюшечки я взял. Обращение нашего комитета к России. Это как бы ролик. Мы его сделали в хорошей студии. Я очень доволен им. Многие люди говорили, что когда я услышал этот ролик, я стал поддерживать дело храма. Хотя вы на словах. Это уже хорошо. Так, примите, пожалуйста. Кто вас? Спасибо. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует... partnerships.